Будучи из-за принятия Центрального комитета Комиссийской партии Азербайджана 14 июля 1969 года, по имени Центрального комитета Комиссийской партии Азербайджана, Гейдар Алиф стал руководителем республики. Перед Гейдар Алифом ставил задачу беспределительную по масштабу. Никто из его предшественников не решал ничего подобного. Кандинальным образом, информировать в Ватиканской республике, предвратить ее серьезную продаду к супердержаву, передовую, оснащенную современной техникой, технологией, индустриальную базу, поднять сельское хозяйство, отличающиеся на культурный характер, вернуть в Баку Слава Голубе самое красивое благоустроенное городом мира, возродить азербайджанское село, поднять социальные, культурные и образовательные уровни населения Азербайджана в связи с соотечественными ими, проживающими за границей. В эти годы многие другие задачи, принесущие для Азербайджан стратегического значения, были в блистящей выполнены. В результате франческой деятельности Гейдара Алифа в Кандиде на местных странах прохли Азербайджана и формировалась вся инфраструктура, была модернизирована сельское хозяйство, пережила Денисан с древним столицей республики. В Баку, Синдайте, Гянджир, Нахчеване были открыты новые вузы, музеи, театры, библиотеки. В Баку начало функционировать школы, иммунный джемщик Нахчеванского, которые готовят национальные военные калифы. В республике все годы благотворно творили такие корифеи, муровые культуры, как Каракара, Викритамир, Миязис, Ахтар, Бахвазадар, Ахтар, Бахвазадар, Нахчеван, Ахтар, Бахвазадар, Нехтённомышленностроении, в выпуске бытовой конфиденции, электродвигатель, термическое оборудование, холодильник, физических паучка, электрокабелей, проклада трубок, других продуктов. В республике родились совершенно новые отрасли, определяющие индустриальный прогресс. Заводы по выпуску компьютеров, электроники азербайджан стали книжно-производители виноградов, ранних овощей, чая и табака. Потом заметно пополнились универсальные родные В Каспии зафернили на прежизненных, некогда склонных от Широнских холмов, молодые подарки, фарки и россии. В Каспии шла другая работа, направленная на течение общественной атмосферы, от своей социалистической, отбивая мысли о воскрепощении национальной воды, оздоровлении всех элементов, составляющих жизнь народа. Тысячи молодых людей были отправлены в мечебу к лучшему из-за страны. В Москву, Ленинград, Киев, Харьков, Минск, Воронеж. Этому поколению предстояло выполнить задачу нового времени, в которую входила Азербайджанская республика. В этом провозглашенный Гейдар Алиевым пусть справедливость вверх берет. Определенно-развленная психологическая атмосфера техния именно в Азербайджане. Впервые в СССР началась широкомасштабная война с коррупцией мафии. Все это разительно изменило образ жизни, стандарты поведения и качества общения. В 70-е и 80-е годы вошли в историю Азербайджана как время коренного обновления всего и всех. Время формирования таких качеств национального характера, как динамизм, деловитность, верность слову и преданность идеалам народа. Судьба и характер лидера как бы проевоцировала на судьбу и характер нации.